Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Не каждой женщине удается разглядеть в супруге обманщика и предателя. Некоторым приходится годами жить с розовыми очками на глазах и искренне полагать, что у них крепкий и счастливый брак. Но одной девушке повезло, помощь пришла с неожиданной стороны. Ира и Сергей сразу решили, что после рождения сына главным добытчиком в семье будет молодая мама. У нее карьерный рост, хорошая зарплата и отличные условия. Сергей будет сидеть с ребенком и заниматься хозяйственными делами. Кирилл был долгожданным ребенком и родители буквально сдували с него пылинки. Самая удобная коляска, самые лучшие игрушки, самые горячие поцелуи. Малыш получал все, что нужно для развития и здоровья ребенка. Недавно сынишке исполнилось полтора года и мама купила ему шикарного плюшевого медведя, который умел говорить и записывать речь. Утром мама нажимала на левую лапку и говорила ласковые слова сыну. Днем папа нажимал на правую лапку. И Кирилл слушал мамин голос и улыбался. Пятничные ужины всегда были особенными для молодых родителей. Сначала они все вместе обедали, а потом наступало время долгожданного отдыха. Можно было допоздно смотреть фильмы и пить вино, сидя в обнимку на уютном диване. Ирина и Сергей ужинали и вели неторопливую беседу. Маленький Кирилл играл на полу с игрушками. Малыш потянулся за медведем и нажал на правую лапу. В комнате отчетливо прозвучал голос Сергея с записи. «Потом поговорим. У нас всего час остался. Скоро моя придет с работы». Ему ответил нежный женский голосок. «Ну и пусть. Надоело уже прятаться». Супруги одновременно вскочили и бросились к игрушке. Хотя Ирине нужно было еще раз слушать запись, чтобы все понять. Она узнала голос бывшей подружки Сергея и поняла, что творится в ее семейном гнездышке, пока она работает за двоих. Вероятно, сын случайно нажал на запись, когда папа принимал гостью. Развод оформили быстро. Сергею пришлось пойти работать, чтобы выплачивать элементы. Подруги и родители не поняли Ирину. Они считали, что женщина должна закрывать глаза на проступке супруга. Где сейчас найдешь непьющего, доброго и симпатичного мужчину? А как ты оцениваешь поступок Ирины? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео.